Всем привет! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на неделю с 10 по 16 июля. С удивлением наблюдаю, что уже середина летнего сезона. А еще я понимаю, что уже и середина года, и у нас идет смена сезонов затмений. На всякий случай напоминаю, что буквально через неделю после той, о которой я рассказываю, а именно 17 июля произойдет новолуние, которое по большому счету закончит влияние солнечного затмения, произошедшего у нас в апреле, и начнет влияние уже солнечного затмения, которое произойдет в октябре этого года. Ну а 1 августа у нас произойдет полнолуние. И это полнолуние закончит влияние лунного затмения весеннего и начнет влияние лунного затмения осеннего. Так что буквально вот на этой неделе, о которой я сейчас вам расскажу, заканчивается весенний сезон затмений. И затмения могли вам принести какие-то очень значимые события. Возможно, что на этой неделе будет подведен итог этим событиям. Так что, несмотря даже на то, что может быть, эта неделя с точки зрения каких-то общих моментов, в которой я буду рассказывать не о чем для вас, она вполне возможно в вашей личной судьбе действительно сыграет решающую роль, ровно потому что затмения весны были очень значимы для вас. Поэтому обратите на это, пожалуйста, свое внимание. С затмениями, кстати, тесно связана тема кармических узлов. И буквально вот 17 июля у нас будет как раз-таки смена сезонов затмений, а 18 июля, как вы знаете, произойдет переход узлов на новую ось. Понятно, что я еще об этом расскажу. Я рассказывала об этом в прогнозе на июль. Я расскажу об этом в отдельном видео. Но, с другой стороны, хочу напомнить, что такие подробности и частности о переходе узлов на новую ось, о начале нового сезона затмений и связанных с этим влияние сильного на нас новой оси Овин-Весы, я буду рассказывать на своей закрытой встрече, которая произойдет 13 июля. И она будет посвящена переходу кармических узлов на новую ось Овин-Весы. Приходите за подробностями о себе. Кстати, на сайте этой встречи выложена инструкция по созданию и интерпретации своей карты рождения, для того, чтобы вы уже, когда я буду какие-то важные моменты говорить по датам, градусам и знаком на закрытой встрече, вы уже знали, есть ли у вас что-либо подобное в карте рождения. Пожалуйста, если вам интересна закрытая встреча моя и хотите вы в ней участвовать, или, может быть, даже не просто хотите участвовать, но еще и запись встречи получить, то переходите по ссылке в описании под этим видео. Там есть все подробности и регистрация. Что же касается этой недели. На неделе у нас очень-очень интенсивная работа планеты, которая отвечает за знания, коммуникацию и передвижение. Возможно, астролюбители узнали, что это за планета. Это планета Меркурий. Меркурий в понедельник буквально делает как минимум два аспекта и создает очень такую яркую конфигурацию, которую в астрологии называют творческим или синтетическим треугольником. И, в общем-то, по идее у нас что понедельник, что вторник связаны с одной стороны, с каким-то сильным напряжением, которое вызвано потребностью передать или получить какую-то информацию. А с другой стороны, мы через эту информацию, через те возможности, которые эта информация нам несет, мы сделаем настоящий прорыв. Мы что-то такое узнаем, мы что-то такое получим, мы что-то такое для себя откроем через эту информацию, которая нам поможет буквально не то чтобы даже на этой неделе, но, может быть, и на всю вторую половину июля повлияет. И, кстати, в этот же день планеты, отвечающие за нашу активность, за первый импульс, благодаря которому мы действуем, который создает нам необходимость для того, чтобы мы двигались вперёд, это планета Марс, переходит в знак, которым управляет планета Меркурий. Вот так вот всё, как в настоящем сериале, всё друг с другом связано, хоть, может быть, это не сразу очевидно. И Марс в знаке Девы у нас, собственно, пробудет достаточно долго, до 27 августа. То есть у Марса сменился, сменился фон, на котором он работает. Если у нас июнь и июль были, часть июля, да, проходили под знаком Марса в огне, и мы все были такие активные, огненные, страстные, то сейчас всё меняется. Марс в Деве – это прилежный, скрупулёзный, детальный Марс. И все мы захотим быть, может быть, где-то более трудолюбивыми, где-то менее настроенными только лишь на получение результата похвалы и комплиментов. Это точно позволит многим из нас доделать все эти дела, которые мы на себя взяли на проходе Марса по Льву, потому что все мы несколько страдали шапкозакидательством и свои силы не всегда правильно распределяли. Отсюда появилось много всяких дел, много всяких стартов, которые сейчас-то надо довести до ума. И Марс в Деве, будучи в части июля, да, в Деве, и почти весь август нам это даст сделать. Так что, начиная с понедельника, у нас совсем другая история про движение вперёд. И оно связано теперь с постоянным, постепенным, медленным продвижением не то чтобы к нашей цели, а по процессу упорядочивания всего, что мы натворили до этого. Так что понедельник – прекрасный день для коммуникации, прекрасный день для того, чтобы наконец-таки заняться той работой, которая нас очень долго ждала. Но мы всё были в каком-то вдохновении и восхищении, поэтому нам некогда было заниматься земными делами. Можно это же сказать и про вторник. Обратите внимание, что во вторник и этому подпорствует положение Луны, потому что Луна в земном знаке, в знаке Тельца и отсюда, что во вторник, что в среду. Собственно говоря, нас не то чтобы дела прибивают к Земле, но просто дела, которые необходимо делать здесь и сейчас, которые нужны не для того, чтобы мы совершали огромные подвиги или какой-то серьёзный прогресс создавали, а просто для того, чтобы мы обеспечивали постоянную динамику нашей жизни, ежедневную, чтобы мы просто обеспечивали себя. Вот эти дела выйдут на первый план во вторник и в среду. Но с другой стороны, огонь, активность, вдохновение, впечатление, желание выделиться нас не покинут совсем. Потому что, во-первых, Венера во Льве, она, кстати, на этой неделе буквально уже замедляет своё движение. Обращу ваше внимание, что в районе 23 июля Венера перейдёт в ретроградное положение. Но перед тем, как переходить в ретроградное положение, любая планета на небе замедляет движение и становится для земного наблюдателя обездвиженной, стационарной. Сейчас пока стационарность у Венеры не наблюдается, но буквально на той неделе, о которой мы с вами говорим, она уже становится замедленной. И всё, что касается наших выборов, нашей оценки, как будто бы приходит в такое замирание. Если, например, у вас сложились какие-то отношения до этой недели, да, может быть, появились новые, там, может быть, наклёвывается активизация старых, то вот сейчас, знаете, повиснет пауза, как будто бы каждый из вас будет раздумывать над тем, а что же дальше, а будет ли это дальше. Но при этом как раз-таки это даёт нам в какой-то степени возможность обратиться к нашим постоянным, профессиональным, ну и другим, может быть, каким-то бытовым домашним обязанностям. И ещё раз напомню, что помимо Венеры, во Льве теперь ещё со вторника и Меркурий. Так что вот ощущение праздника, желание всё время отдыхать, ну, знаете, вот как-то тусоваться, нести в свою жизнь отдых и нести в свою жизнь какое-то развлечение, оно никуда не девается. Просто немного меняются принципы, через которые мы это вносим. В Меркурий больше, как вы понимаете, о коммуникации, о поговорить. И, в общем-то, вся оставшаяся неделя, начиная со вторника по воскресенье, это неделя, которая связана как раз-таки о поговорить. И мы много будем разговаривать, и, может быть, для этого мы будем даже, не знаю, какие-то километры преодолевать, чтобы приехать к кому-то, с кем-то пообщаться. Что касается четверга и пятницы, то как раз-таки вот здесь возможны поездки, передвижения, они наиболее реальные, как и договорённости. То есть, ну, пожалуй, самым удачным вариантом для различных договорённостей на этой неделе является как раз четверг и пятница, а не, собственно, первая половина. То есть в первой половине лучше выяснять какую-то информацию, возможно, собирать, возможно, достраивать какое-то знание о чём-то. А вот это вот четверг и пятница – прекрасное время для того, чтобы прямо передавать, говорить, говорить, говорить. Удачное время, потому что эти все разговоры приведут ровно к тому, для чего мы их затеяли. Что касается субботы и воскресенья. Значит, у нас суббота связана с работой двух очень интересных элементов на небосводе. Это наши звезды Солнца и планеты, которые отвечают за новшество, революцию, может быть, даже где-то за гениальные решения. И когда наша звезда Солнца, которая всегда символизирует наши инициативы, наши естественные потребности, нашу творческую энергию, встречается с планетой креативности и даже где-то гениальности, это говорит о том, что выходные будут полны открытий. Мы захотим быть не такими, как мы бываем всегда. И, знаете, мы будем выражать свою креативность и некую такую новизную революционность во взгляде на жизнь достаточно позитивно, конструктивно, люди нас за это не осудят и даже, в общем-то, нас поддержат. Так что выходные полны и наших открытий, и открытий через других людей, если кто-то другой для нас будет вот таким вот олицетворением этого аспекта между Солнцем и Ураном. Всё это на фоне очень такой нежной луны в раке происходит в эти выходные, поэтому, наверное, всё-таки выходные в какой-то степени, а может быть и в большей степени, будут посвящены делам домашним и взаимодействию с нашими домашними. Если у вас есть активная детская тема, вы родитель, да, вы, может быть, уже давно ничем не занимались совместно с детьми, то, пожалуйста, обратите внимание на то, что это прекрасное время для того, чтобы с ребёнком сблизиться, пообщаться. Вот эти выходные – самое оптимальное время для этого. Если до этого как-то, ну, не доходили руки, может быть, были слишком заняты родителям. Я напомню, что у меня 13 июля будет встреча. Это вот буквально уже как раз-таки в четверг, да? Поэтому если вы успеете на встречу зарегистрироваться, то обязательно это сделайте. Встреча будет и в записи тоже, поэтому если вдруг по какой-то причине вы понимаете, что вы не можете на встречу попасть, но вы хотели бы послушать информацию встречи, то сразу же просто регистрируйтесь на эту встречу с записью, и после встречи я вам её обязательно вышлю. Не то чтобы вышлю даже, а открою в личном кабинете, вам письмо на ссылку на доступ в личный кабинет придёт. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.